Проговоренный к 3 годам лишения свободы Дмитрий Коган, студент-медик, насмерть сбивший двух девушек на перекрестке в центре города, просит суд смягчить наказание до условного срока. Основания к этому у адвокатов есть. Во-первых, на следующий день после вынесения приговора внезапно у Когана появилось заболевание, дисфункция нервной системы, головокружение, повышенное давление, частые головные боли. Во-вторых, у отца, осужденного главврача БСМП, из-за переживаний о судьбе сына случился инфаркт. Он перенес два десятка операций. Но даже эти доводы судья не принимает. Приговор Железнодорожного района суда города Красноярска от 16 июня 2015 года в отношении Когана Дмитрия Аркадьевича оставить без изменения. Мотивированное решение будет изготовлено, отложено и будет изготовлено. И вы с ним можете ознакомиться 31 августа этого года. В апелляционной жалобе на постановление Железнодорожного районного суда отказывают и потерпевшим. Они настаивают наоборот. На увеличении срока для Когана до 4 лет и 3 месяцев в колонии поселения. Осужденный искренне не раскаялся, а, как их называют потерпевшие, подачки в миллион рублей, которыми Коган хотел сгладить вину, никак не компенсируют потерю родного человека. Юрий Савельев, отец одной из погибших, называет этот процесс нелепостью всей судебной системы. Представляете, теперь ситуацию любую на дороге. Дальше будет происходить подобное убийство и все прочее. Значит, всем убийцам нужно только будет заявить в суде, что они хотят в особом порядке рассмотреть. И это уже автоматически две трети сокращает. Вот с этой позиции никто не может согласиться, в том числе и мы, и общественность. Это понятно. А суд принял вот это смягчающее обстоятельство. Это нас возмущает. Савельев тоже медик по образованию. Он учился вместе с отцом Дмитрия Когана в одном университете. И не понимает, как врач с большим стажем и громким именем позволил своему сыну сослаться на болезни, которыми страдает каждый второй. Еще одной апелляции потерпевшие подавать не будут. Хотят лишь, чтобы осужденный быстрее оказался за колючей проволокой. Сам Коган, возможно, последний раз предстает перед телекамерами на свободе. Он по-прежнему безмолвен, как и его адвокат. Дмитрий, вы готовы понести наказание в полной мере? Да, готов. Это справедливый приговор на ваш взгляд, Дим. Скажите. Дмитрий, я повторяю, это последний шанс. Последний шанс обелиться. Вы готовы? Скажите, что вы чувствовали все это время? Вас сегодня обвиняли, что вы такой бесчеловечный. Вы сказать не хотите. Ну остановитесь, поговорите с нами. Нет, не поговорю с нами. Почему? Почему, Дмитрий? Столько времени. Мы до сих пор не знаем, кто вы. Ну и узнаете. Последний и единственный шанс для осужденного смягчить наказание – подать жалобу в президиум Красноярского краевого суда. Но вероятность, что его услышат, крайне мала. Сейчас Дмитрий Коган трудится на своего отца в БСМП на должности медицинского работника. Помогает больным людям, проводит уборку. Но совсем скоро ему придется сменить медицинский халат на робозаключенного. Приговор суда вступает в законную силу. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, Дмитрий Коган отправится в колонию поселения максимум через неделю. Кирилл Билык, Сергей Кашин. Афонтова. Новости.